Что объединяет все культурные события? За ними стоит личность. Художник, музыкант, актер, творец. Вот уже в третий раз Республиканский театр белорусской драматургии празднует один из самых ярких летних праздников. Купальли разом с Купалой это не просто мероприятие, привлекающее внимание мечан к театру. Это красивая культурная традиция, вбирающая в себя и жар костров, и запах леса с манящей папороткой, и хороводы, и великое белорусское поэтическое слово. Я решу, что это доброе, что мы памятаем то, что было у наших родков. И я решу, что мы повинны заховывать нашу память, наше минулое, и рассказывать молоде про то, что у нас было лепшее. Потому что у нас есть культура, у нас есть песни, которые мы повинны передавать нашим детям. Гостей артисты встречали уже у входа в театр, предлагали попробовать белорусские угощения и, конечно, присоединиться к общему веселью. Камертоном к празднику послужили музыка и песни заслуженного коллектива Республики Беларусь гостиниц из Ракова. Не обошлось и без купальских обрядов. А драматическим подарком для зрителей стал спектакль «Круги рая» режиссера Светланы Науменко, рассказывающий о непростой и удивительной жизни белорусского песнира и размышляющий о причинах трагической гибели поэта Янки Купалы. К празднованию купалья в Республиканском театре белорусской драматургии снова присоединился Государственный литературный музей Янки Купалы. Мы выросли, что будет слушно, показать выставку, которая называется «Зову себя только Янка Купала». И в фотосдымках, документах, вспоминах мы можем просочить «Житёвый творший шлях Янки Купалы. От народжения до смерти». Документы, письма, афиши, фотографии и рукописи, представленные в фойе театра, настраивали зрителя на встречу с поэтом, о котором каждый из нас знает так много и так мало одновременно. Почётным гостем праздника стал младший сын Якуба Колоса, чья память бережно хранит личные встречи с удивительным человеком. Вот я мне написал неколи, пришла в открыточку с Кавказа, и у меня в очах стоит этот издымок, на голове Казбека, на тёмно-чинем небе. И написал вверх. А мне ещё в школу не ходил. Только запомнил ещё две дворадки. Мехосёк досужи, мехосёк говорки, и нечто, как букают зорки. А далее и забываешь, когда так, ну, сгорело всё это, пропало. Республиканский театр белорусской драматургии неустанно следует избранному принципу заинтересовать зрителя. А вслед за огоньком интереса в который раз зажигается высокое купальское пламя познания и любви к родной культуре и национальному наследию. Авторский мир не может быть замкнутым. В нём всегда есть дверь, предназначенная для зрителя. Отдыхайте культурно. Продолжение следует...